Здравствуйте! Сегодня поговорим об инфляции, ценах. В общем, будем повышать нашу с вами финансовую грамотность. Меня зовут Ирина Волкова. Вы смотрите программу «По существу». Сегодня мой собеседник Андрей Станиславович Липин, заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Банка России. Здравствуйте! Здравствуйте! Андрей Станиславович, у меня первый вопрос к вам. Какие прогнозы инфляции до конца года? Текущий прогноз Банка России, мы его сделали в сентябре, до конца года говорит нам, что инфляция будет находиться вблизи 4%, а если быть более точным, на уровне 3,8-4,2%. А почему Банк России говорит, что инфляция должна быть именно такой, а не 1-2%, как, например, в странах с благополучной экономикой, или вообще 5-6? Действительно, если посмотреть на страны и на те цели, которые ставят центральные банки, у нас выделяется группа стран, у которых 4%, и группа стран, у которых 2%, и значительно реже есть стран, у которых цель по инфляции выше 4%. Это объясняется в многом структурой экономики и теми факторами, которые влияют на инфляцию. Если среди факторов, влияющих на инфляцию, очень много факторов проинфляционного характера, то есть которые влияют на инфляцию вверх, то тогда более низкую цель очень сложно удерживать Банку России, Центральному банку точнее, да? А, соответственно, удержание такой более низкой цели, оно возможно, но только денежно-кредитная политика, то есть процентная ставка должна быть выше. И вот если говорить про Россию, то у нас очень много факторов, которые действительно влияют на инфляцию вверх. То есть это вещи связаны и с конкуренцией, и вещи связаны с инфраструктурой, с большими расстояниями, логистикой. Связана ситуация на внешних рынках. То есть вот эти все вещи, они могут приводить к росту инфляции, поэтому в среднем у нас эти факторы действуют на инфляцию вверх. Поэтому мы не можем выбрать низкую цель, потому что ее будет сложнее удерживать. А с другой стороны, если посмотреть, а вообще что такое инфляция на самом деле, вот те самые 4%, это ведь очень средняя цифра по 500 товарам и услугам. И поэтому вот если мы посмотрим, а как у нас другие цены выглядят, как темп роста цен какой вокруг этих четырех, то есть товары выше и ниже. И вот если у нас цель будет ниже, не 4%, а, к примеру, 2%, то окажется, что те, которые ниже, они могут оказаться и вообще ниже нуля. А это уже в экономике называется дефляция. Это дефляция, это отрицательный темп роста цен, то есть снижение уровня цен. И это не очень хорошо, но, например, на каком-нибудь простом примере, давайте представим, что вы производите мебель, вы взяли кредит в банке, вы начинаете производить, у вас есть некий бизнес-план, и цены начинают снижаться. Цены начинают снижаться, вы ожидали других цен, а они стали ниже. Это плохо. Покупатели тоже смотрят, цены снижаются, и он сегодня брать не будет, потому что он знает, что завтра еще будут ниже. И у вас это даже перестает покупать. Это плохо на самом деле. И еще один аспект, наверное, тоже связан с дефляцией, с долгом. А когда у нас инфляция, то занимать сравнительно выгодно, потому что если у нас инфляция 4%, вы заняли 100 рублей, вы возвращаете чуть меньше, условно, минус 4. А если у вас дефляция, то вы возвращаете больше, то есть долг становится дороже. То есть ваш кредит как для предприятия, так, собственно, и кредит для человека становится дороже. Поэтому дефляция – это плохо, и, собственно, поэтому мы не можем сделать ниже 4. Сильно выше – тоже очень плохо. Потому что чем выше инфляция, опять же, вспоминая про разброс цен, это означает, что если цель выше, то и по некоторым товарам цены еще выше. Там могут быть чувствительные, волатильные товары. Но, в общем-то, это тоже не очень хорошо. Поэтому, в общем-то, у нас 4%. Андрей Станислович, а как может повлиять на инфляцию повышение НДС до 20%? Действительно, у нас повышается НДС с 18% до 20% с января следующего года. И это повышение, если говорить про инфляцию, затрагивает не всю потребительскую корзину, потому что до трети товаров оно у нас облагается по льготному НДС, причем это такие важные товары, как мясо, молоко, яйца, медицинские изделия, некоторые услуги. Поэтому, если говорить в целом о влиянии этого повышения, то мы оцениваем его порядка 1% пункта. То есть в среднем в инфляцию всю. В 2019 году повышение НДС внесет 1% пункт, и это будет длиться в течение 2019 года, а вот уже с начала 2020 года вот этот эффект уйдет. Потому что здесь очень важно, что мы говорим именно про инфляцию, мы говорим про рост цен, не про уровень цен. То есть рост цен в 2019 году будет выше в течение всего года, но в 2020 году он вернется к уровню 4%. И вот по нашей оценке, если брать повышение НДС, те эффекты, которые мы видели сейчас, связанные с волонтильностью курса, у нас оценка, наш прогноз Банка России на следующий год по инфляции 5,5% по инфляции. Это выше уровня 4%, но на самом деле, если посмотреть исторически, это на самом деле очень низкий уровень. То есть и как уровень 4, так и уровень 5,5% на всей истории, когда у нас была инфляция, это очень хороший низкий уровень. И более того, этот эффект временный. Потому что в 2019 году, да, будет это временное повышение, но уже в 2020 году мы вернемся к уровню вблизи 4%. В сентябре Банк России впервые за последнее время принял решение о повышении ключевой ставки до 7,5%. С чем это связано? Вот как раз в сентябре мы рассматривали очередное было заседание Совета директоров. Вообще у нас их 8 происходит. Каждые полтора месяца мы смотрим на ситуацию в экономике, при необходимости обновляем наш прогноз и, соответственно, принимаем решение об изменении ключевой ставки, если это необходимо. И вот в сентябре мы его повысили ставку с 7,25% до 7,5%, то есть на 0,25% пунктов. Мы наблюдаем проинфляционные риски, на самом деле. Есть общий риск, который действует, ситуация действует на все развивающиеся страны. Это отток из стран развивающихся, страны развитые. Что влияет на финансовый рынок и влияет на курс валют, он становится слабее. Отдельные риски уже российские связаны с геополитической ситуацией. Мы видели ее в апреле, мы видели в августе, что тоже влияет на ослабление курса валют. Второй эффект – это влияние НДС, тоже важный очень. Вот о нем мы только что проговорили. В целом, в общем-то, все эти вещи, они направлены на рост инфляции, либо на росты в будущем, либо что-то реализуется уже сейчас. И поэтому на этом фоне мы видим еще и рост инфляционных ожиданий. Начиная с апреля этого года, мы видели рост инфляционных ожиданий населения. В первую очередь, повлиял рост цен на бензин и на моторное топливо. Также начался рост ожиданий предприятий, тоже начиная с апреля, потом несколько стабилизировался, потому что правительство снизило акцизы на бензин, в общем-то, и это унесло положительный вклад. Но далее потом была августовская нестабильность на валютном рынке. Также ожидается НДС, но я думаю, что в 2019 году инфляционные ожидания уже начнут снижаться. — Возвращаясь к ключевой ставке, а насколько сейчас целесообразно жителям Чуваши, например, брать кредиты на машину, квартиру? — Ну, если говорить о кредитах, то, в принципе, наверное, рекомендации мои будут общие не только для этого момента, а, в принципе, для любого другого момента. И, наверное, самое важное здесь говорить о том, что когда кто-то берет кредит, он должен быть уверен в том, что та ставка, по которой он берет, те процентные платежи, которые закладываются в кредитный план, человек, либо предприятие, бизнес сможет успешно финансировать. Поэтому здесь, наверное, это самое важное. Если говорить о процентной ставке, о том, что сейчас произошло, действительно, мы ее повысили, но сейчас мы это сделали для того, чтобы снизить проинфляционные риски. Потому что, действительно, процентная ставка стала выше, и она является ключевой для всех ставок. И для кредитных, и для депозитных. И, наверное, в течение трех месяцев следует ожидать, что ставки по кредитам вырастут. Также вырастут ставки по депозитам, что будет хорошо. Но если бы мы это не сделали, то тогда просто выросла бы инфляция. А коммерческие банки, это тоже вполне стандартная политика банков, учитывать проинфляционные риски, и поэтому они бы заложили эти проинфляционные риски в кредитные ставки. И поэтому конечные ставки... В любом случае повысились бы. Да, в любом случае бы повысились. Только в этом случае мы смотрим, и мы понимаем, что с ними может произойти, какая будет инфляция, и принимаем решение для того, чтобы ограничить инфляцию. А в другом случае инфляция могла бы вырасти больше. В целом, если говорить о ставках, давайте посмотрим на цифры, что у нас по Чувашии наблюдается. Ставка по кредитам населения на август составила порядка 12%, то есть за год она снизилась больше, чем на 1%. Если говорить по ипотеке, то по ипотеке средняя ставка тоже 9,3%, тоже снизилась на порядка 1,2%. По депозитам ставки текущие около 5%, по краткосрочным уже по депозитам до 3 лет до 7%, сейчас составляет около 7%. В принципе, рост тоже в Чувашии, он несколько выше, чем в России, но в среднем, вот сейчас этот рост общего объема кредитов 22%, в принципе, это достаточно хороший рост, он не несет проинфляционные риски. И, конечно, вот я еще раз вернусь к тому, что наше решение по повышению ключевой ставки, оно привело к росту кредитных ставок, но при этом вырастут ставки по депозитам. И самое важное, что мы это сделаем для того, чтобы ограничить в будущем инфляционные риски, которые, в свою очередь, если бы реализовались, они бы повысили ставки по кредитам. И заключительный вопрос, вот как политика регулятора по снижению инфляции влияет на кредитование в регионе и на цены? Если говорить о кредитовании в регионе отдельно, то политика регулятора не влияет на каждый конкретный регион. Когда мы повышаем процентную ставку ключевую, все ставки в экономике, депозитные, кредитные, ставки до одного года, ставки больше одного года, ставки в Москве, ставки в Чуваш, либо ставки на Чугодки, они повышаются все не одновременно, но в среднем за три месяца они все повышаются. Поэтому, да, ставки, рост кредитной ставки, он, конечно, окажет сдерживающее влияние на кредитную активность. Но, с другой стороны, если бы мы не повысили, как я говорил, ключевую ставку, то тогда бы у нас могла вырасти инфляция, и вот этот инфляционный эффект, он бы закладывался банками в ставки по кредитам, и так или иначе банки бы заложили это же в кредитную ставку. В общем-то, поэтому, так или иначе, здесь просто процесс более управляемый со стороны Банка России. Андрей Станиславович, очень четко и по полочкам все разложили, почему, что и как. Я думаю, финансовую грамотность нашу повысили все-таки. Хорошо. Да, после этого разговора. А я напомню, что у нас сегодня в гостях был заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Станиславович Липин. На этом все. Увидимся в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова